Добрый вечер Хакасия, добрый вечер юг Красноярского края, добрый вечер центр этой маленькой вселенной, наш, как говорят, любимый город Абакан, но мы, впрочем, принимаем и другие мнения, у нас сегодня для этого повод есть. Это информационный круглосуточный телеканал Абакан, 24, мы начинаем вечерний блок нашего вещания, как всегда, программой во время, в прямом эфире, 22-41-18, наш телефон, я надеюсь, сегодня вы бурно подключитесь к нашей программе и будете не только звонить нам в эфир по телефону, повторюсь, 22-41-18, но и писать свои сообщения в наших мессенджерах, бегущая строка вот здесь внизу. Сзади экрана вы ее видите, там есть этот длинный номер. Проще, конечно, позвонить. Я очень рад представить вам нашего сегодняшнего гостя, это уполномоченный по правам человека в республике Хакасия Андрей Шулбаев. Добрый вечер, Андрей Олегович. Добрый вечер. День уполномоченного нет такого, может быть, более-менее отношения имеют День юриста, поэтому в какой-то мере можно назвать это для нас профессиональным праздником для региональных, федерального омбудсмена. Сегодня, наверное, наоборот, очень важно помнить об этом, об этой дате, потому что, если мы помним из истории, декларация была принята по итогам двух войн странами, которые в этом принимали участие, с целью как раз, чтобы предотвратить последующие такие масштабные... Это к этому и приурочен день международный? Катастрофа. Ну, 10 декабря в 1948 году ООН, вот эта декларация была принята. Она декларация ни к чему не обязывает, но там прописаны основные права и свободы человека. Не, ну это правильно, в истории человечества всегда... Ведь главное прописать и определить те истины, по которым должно жить человечество. Принципы, да. Когда-то эти вот, ну, христиане, да, божьи заповеди, 2000 уж лет не существуют, и 2000 лет человечество их продолжает нарушать. Но мы сегодня давайте лучше начнем, начнем с темы, которая актуальна последние месяца три уж точно. Это деятельность вашего аппарата в период проведения специальной военной операции и в период проведения частичной мобилизации. У вас увеличилось? Увеличился ли у вас объем работы? Да, он значительно увеличился. Мы работаем, ну и работали в таком усиленном режиме с первых дней специальной военной операции. В первую очередь мы, конечно, в первые вот месяцы с февраля помогали иммигрантам. Ну, а потом, как известно, после объявления частичной мобилизации уже там вопросы тоже маленько поменялись. Стали вопросы, собственно говоря, мобилизованных, ну, там, связанные с оплатными, предоставления, осрочек и другие вопросы. Тогда сразу поделим этот вопрос. Хорошо. Вы сказали, что занимались вопросами иммигрантов. А много их у нас? Нет, их немного. В основном... Сибирь мало кто желает приехать, да? Если сюда и приезжают, то, значит, размещаются у родственников. Но у нас вот ПВР есть на базе социальной гостиницы. Что такое? Пункт временного размещения. Он определен региону. Это те, кто попал в зону спецоперации? Да, те, кто попал, те, кто вас желал, значит, приехали. Но в основном все беженцы, они, конечно, безусловно, разместились в европейской части России. Там их очень много. Чтобы не проходить акклиматизацию нашу курову. Да, сюда, конечно, тут, как бы, говорю, привычно приезжают к родственникам. Но всего там на лето, по-моему, было около 50 человек, с детьми включая. Сейчас ситуация, к сожалению, не владеет. Но, думаю, сильно не поменялась ситуация. Ну, это и хорошо, что вы не владеете сейчас ситуацией, потому что, если бы владели, значит, у них были бы именно к вам вопросы. Значит, вопросы нарушения их прав у нас не фиктируются. А что с людьми? И как вообще проходило? Вот мы везде видим, что, ну, довольно тихо, спокойно проходит мобилизация. Вы с какими-то эксцессиями сталкивались? С какими вопросами к вам обращались? Там, условно, мы их так поделили. Конечно, это, вот, на самом деле, люди писали по предоставлению срочек. В первую очередь, это мы их там поделили, еще градацию сделали. Это многодетные, которые имеют троих и более детей. Вот. И, значит, те граждане, которые подпадают под бронирование, так называемое. То есть, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса. Вот. Ну, и все остальные там, наверное, по здоровью. Ну, и в конечном итоге там уже ближе к концу осени стали вопросы по выплатам, по предоставлению мерам соцподдержки. Ну, в первую очередь, в первые дни, конечно, вот такие вопросы задавали. Вот. Ситуация там, конечно, неоднозначная, потому что, ну, по большей части, все решения по мобилизации были приняты законно. Законно, ну, впоследствии, если помните, там появлялись какие-то дополнительные указания. На самом деле, четверо детей, да, имеют... Да, потому что вот это большое заблуждение, что трое детей, это автоматически отсрочка. Нет такого до сих пор законодательного акта. Да, да, в законе пока нет и пока... Это добрая воля, так сказать, условия. Да, то есть регион... Ну, практика так сложилась, что регионы сами определяют. Ну, и по бронированию, значит, работников предприятий, там примерно такая же ситуация. То есть заявку уже подали позже, когда уже, честно говоря, граждане были мобилизованы. То есть, ну, потихонечку эти граждане, то есть заявления удовлетворяются, возвращаем граждан. До сих пор некоторые еще даже завтра прибудут, вот нам стало известно. Поэтому, ну, по большей части, вопросы решены положительно, может быть, 70% точно. А вы сказали, что задним числом многие уже обращались, когда, то есть, человека уже призвали, а предприятие решило, что у него бронь. Это о чем говорит? Это говорит о том, что все-таки на предприятиях, ну, этот, я не знаю, как это правильно называется, я не кадровик, но кадровики, так скажем, не очень добросовестно справлялись с своей службой в плане военного учета. Ну, потому что, ну, прийти военник, да и все. А никто, как правило, многие, вернее, не отслеживали, да, вот эту вот строку, что там может быть бронь, может быть еще что-то. Ну, да, там по учету, конечно, это отдельный вопрос, учитывая то, что отдельные районы, городские комиссары, они курируют сразу же несколько районов, да, республики, то есть, понятно, с таким объемом учета не справятся, и вообще эта система, наверное, нуждается в пересмотре, да, вот, ну, мое субъективное мнение. Вот, а просто еще, ну, все же перманентно произошло, если мы помним, да, и мобилизация, она в очень короткие сроки произошла, буквально 2-3 дня, и получила подвеску. Ну, она в неделю, по-моему, продолжала, за неделю уже успели все сделать. Поэтому, кто как успел среагировать, принять свои временные решения, ну, тут как получилось. У меня вот здесь в справке написано, что в аппарате у полномоченного по правам человека есть горячая телефонная линия. Да, да, есть. Ей вообще граждане пользуются, они знают о ней? Да, мы неоднократно писали, и в СМИ отправляли, и в социальных сетях, то есть, да, пользуются этой. Где-то даже мы эту связь используем для общения с мобилизованными. То есть, те вопросы, которые задают по этой, это местные или федеральные? Нет, это местные, это мы создали, причем, обращая ваше внимание, что если поступает звонок, как правило, мы это оформляем, обращение и берем в работу. Ну, если там действительно сразу нельзя помочь, требуются запросы, вот, это именно такая горячая линия. То есть, мы скриптами не отвечаем, как бы. Как мы скриптами не отвечаем? Ну, если пользовались другой службой, то есть, так, как правило, вам ответят по скрипту. Либо скажут, что... Бог миловал. Ну, вот, видите, как бы, то есть, это маленько только вручной режим нашей горячей линии. То есть, вы в ручном режиме отвечаете? Так, я запутался. Не я, не я. Вот видите, импортные слова? Где-то я, где-то, значит, работники аппарата. То есть, до вас они лично до вас доходят, да, эти вопросы? Конечно, конечно. Тогда давайте напомним этот телефон нашим телезрителям, те, кто смотрят сейчас, либо же в повторе 8902-0107-007. В принципе, простой телефон 8902-0107-007. Телефон, мы его пока не выведем на экран, но, в принципе, его легко запомнить. Звонок платный? Нет. Бесплатный? Да, только за связь. А, ну, согласно своему тарифу, да? Да, да, да. Согласно своему тарифу. И здесь вот у меня еще написано справочек, что по этому телефону человека могут проконсультировать. Да, так точно. Но это только мобилизованные по нему могут звонить? Да, это именно горячий линин сделан для мобилизованных и членов их семей, родственников, близких. Вы выезжали общаться с мобилизованными в город Омск, где у них такой был перевалочный пункт, или как правильно его назвать? Ну, сборный пункт, пункт сбора. Можете рассказать, что вы там увидели? И вот без прикрас, потому что, я понимаю, много людей там побывало, у нас там и глава был в республике, я имею в виду, глава Бийского района выезжал, господин Курлаев там работал, еще многие-многие-многие. Но, вы же знаете наше общество, это же веселые люди, там все для картинки, когда приезжают чиновники, вот им показывают парадную сторону, а есть же и не парадная сторона. Вы что увидели, как человек и как уполномоченный? Ну, во-первых, там какие-то вещи, наверное, наши коллеги публикуют, наверное, в принципе нельзя показывать. Стоп, давайте у нас просто человек висит на линии, висит в кавычках, мы ответим на его звонок, а к Комску вернемся, хорошо? Хорошо. Вы согласны. Добрый вечер. Здравствуйте, Сергей Иванович. Это вам звонит, вот пенсионер, который замерзал, к вам обращался. Большое спасибо вам. Спасибо, Александр Александрович, у нас другая тема сегодня. Нет, нет, нет. А, что? Так, мы убрали вас из эфира. Александр Александрович, давайте по теме, вы уже несколько раз нас благодарили, не за что благодарить. Пусть будет у вас все хорошо, а мы возвращаемся к мобилизации. И, в частности, к Комску. Во-первых, какие условия? Условия нам показывают хорошие. Ну, сейчас 30-ти градусные морозы все-таки, палатки, как? Все, в общем, молчу. Говорите, что вы... И когда вы там были? Так, это было... По осени, да? Да, в ноябре, значит. Ну, тогда еще относительно нормальная была температура. Вот. Во-первых, там, ребята, то есть, они там, нет такого, что вот Хакасия где-то там отдельно дислоцируется. То есть, там абсолютно все ребята... Их уже смешали, да? По перемешанной, да. То есть, где-то, может, палатки там были отдельные, там, из республики. Вот. Во-вторых, они были поделены... И кто-то находился в казарме на части, то есть, учебной части там... Да, они же все-таки ходят на училище. Да, да. А часть вот они, да, в палатках находились. Вот. Ну, условия как... Ну, прям жалоб таких я не увидел. То есть, парни вообще, честно говоря, достойно, как бы, себя показали и показывают. То есть, никто там не жаловался, не ныл, будем так говорить, да. Ну, какие-то вопросы были связаны. Там, конечно, помимо учений, необходимо еще и печку топить, да. То есть, как бы, определенные трудности есть. Ну, вопросы решаемые. Вот. По питанию там тоже, кто хочет, здесь питается на общих, как бы, основаниях. Кто хочет, самостоятельно, в принципе, там ограничений нет. Не запрещен выход на территорию лагеря? Ну, в тот период тоже уже, там, видимо, основные учебные мероприятия уже прошли. То есть, можно было, да, покидать... У меня написано, что вы к вам обратились за консультацией 29 человек. Это про Омск написано у меня? Ну, всего на сегодняшнюю дату у меня 67 обращений мы посчитали. Ага. Еще раз не понял вопрос. Так, вернулся к нам наш герой одного из нашего сюжета. Давайте его послушаем. Утверждает, что вопрос в тему. Еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте, Алексей Иванович. Я не договорил вопрос-то в тему. Ну, то есть, по прошедшему случаю, значит, вам большое спасибо. Большое спасибо Осаковову Виктору Ивановичу и старости районно-полярной Риме Даниловне Байкаловой. Помогли деду все. А к Шоубаеву я обращался, но по другому вопросу. И это полный ноль. То есть, даже мне ответа не пришло. Спасибо, спасибо за звонок, Александр Александрович, насколько я вас помню. Но вы знаете, вот если уж говорить на чистоту, у вас есть пенсия. Да, у вас разбили окно, у вас украли деньги. Но я так понимаю, что вам разбили окно давно. И деньги у вас украли тоже, как я понимаю, не сегодня и не вчера. Почему бабушка 84 лет сама справляется с такой проблемой? Если не справляется, помогают социальные органы. Почему за вас кто-то должен решать вашу проблему? Да, мы вам помогли. Но все-таки, согласитесь, это какой-то инфантилизм. Потому что, ну не знаю, как говорится, на государство надейся, но сам-то не плашай. Поэтому, ну извините, когда у меня выбито в доме окно, не дай бог, конечно. Но по меньшей мере я его какими-то тряпками забью, если мне нечем, извините, его застеклить. Или да, я обращусь в благотворительный фонд, допустим, в тот же Кристалл и помогут. Ну, а говорить вот так про человека, который у нас в студии, ну, наверное, это как-то неэтично и неприлично. Как часто к вам обращаются, давайте чуть-чуть уйдем от мобилизации, люди, которые вот просят о помощи, но которые как бы не имеют на нее, ну, вот этих государственных прав? Так, еще раз не понял, то есть... Ну, то есть человек считает, что ему кто-то должен, а на самом деле у нас же жизнь жутко бы изменилась. У нас теперь уже давно никто никому ведь ничего не должен. И как вы вот на это реагируете? Да, у нас вот есть право на чистый воздух дышать, но мы каждую зиму дышим грязным воздухом и будем дальше продолжать им дышать, потому что у нас ведется частное строительство, не в Абакане, а за его даже уже пределами. И эти трубы будут дымить, и мы, потому что живем в которой, мы будем так дышать, потому что решения этой проблемы нет, сколько бы это право не было записано в нашем законодательстве и в любой другой большой и умной книге. Извините, что это что-то меня понесло, как говорится. Ну, вы правы, таких обращений очень много, особенно вот в первые годы, в 19-м, в 20-м году было очень много таких обращений, потому что действительно мы больше говорим о своих правах, но также забываем, что у нас есть еще и обязанности. И когда, ну, естественно, должность называется уполномоченной по правам человека, да, то есть... А финансирование какое-нибудь есть у этого уполномоченного? Да, какое финансирование? Кроме зарплаты? Ну, только зарплата, наверное, потому что никаких государственных программ мы не реализуем, ну, и такое текущее обеспечение деятельности. Вот, и поэтому, когда на запрос граждан не отвечаешь, то есть, ну, объективно, да, то есть, потому что омбудсмен это, прежде всего, государственный правозащитник, да, мы на стороне граждан, но не всегда, собственно говоря, и заявители правы. Можно, конечно, занять позицию, когда требования граждан можно пересылать соответствующим органам власти, но и власть стала уже маленько, честно говоря. Об этом еще и Ильфу Петров много питали, как бумажки перетекают из кабинета. Вы разъясняете, Андрей Олегович, гражданам, что вот так вот должно быть. Вот, поэтому ситуации абсолютно бывают разные, поэтому, когда объективно не отвечаешь на запрос граждан, то вот такие вот бывают обратные связи, там, вы полные ноли и так далее. Ну, это нормально, мы же привыкли. Вот, ну, буквально сегодня приходили заявители, которые называют себя, то есть, они называют даже себя именем, а называют, я вот, есть персона, или там приходит, заявляет, я гражданин СССР, мне паспорт не нужен. Девочки? Ну, вот так, да. Да. Поэтому, ну, очень бывают специфические ситуации. Очень интересно пообщаться с гражданином СССР. Нет, это прям целая философия. Вообще, кстати, эта организация признана экстремистской. Надо тогда оговориться в нашем эфире. Да. Ну, как, ну, все мы рожденные в СССР в той или иной степени. Хорошо, давайте вернемся к мобильтарту. Ну, зато, когда, извините, вас перебью, эти граждане приходят и говорят, я гражданин СССР, мне ничего не нужно, ни прописка и так далее, ни гражданинского, ваша российская. Вот. Но мне нужны права. Я говорю, ну, подождите, вы же живете в государстве, вы хотите пользоваться ее льготами, значит, какими-то преференциями, но не хотите быть гражданином России. Ну, права ему нужны. Да, да, да. Помните, у нас в Абакане тоже был случай, сейчас мы перейдем к звонку, был случай, когда некий гражданин в своей квартире отделился от России, ну, это больше было, конечно, для медийной шумихи, да, ну, и провозгласил, что он независим от государства и т.д. Ну, когда ему там предложили, по-моему, за каждый свой выход в другую страну платить, ну, условно говорю, таможенную пошлину тогда, раз живи в своей квартире, ради бога, ну, плати за то, за то, за то, быстро этот эксперимент ушел на спад и, по-моему, не потребовалось никакого вмешательства, никаких органов. Все решается экономически, все вопросы, в принципе, можно решить экономическим путем. Добрый вечер. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, я хотела бы спросить вопрос, задать вопрос Андрею Олеговичу Шулбаеву. У меня такая... Водичку можно выпить? Ручку, конечно, можно. А, водичку, да. Говорите, говорите, мы вас слушаем. У меня в данный момент сын на войне и муж, бывший на войне. На специальной военной операции, я вымышленно говорю. А мне нужно за сессию заплатить. За сессию заплатить ребенку в Алтайский университет. Алтайский университет, ребенок, да, у вас учится? Да, да, да. Нужно заплатить за сессию. И нужно заплатить за сессию. И я сейчас не знаю, что делать. Какая сумма? Ну, 65 тысяч. Нужно заплатить за сессию. Папа уезжает, папа наш сказал, да, я заплачу, я же это, денег буду перегонять. В итоге, в итоге, нет, не выплат, и один звонок в месяц я живой, и все. Я не знаю, что делать. У вас нет его выплат? А карточка у кого? Ну, карточка, получилось, что карточку, что он уехал с карточкой. Не понял еще раз, где карточка? Карточку, видимо, у него с собой забрал. Должен был передать в Барнаул, но не передал. И вот, не знаем, что делать. А как вы узнаете, что у него нет выплат? У вас мобильный доступ, да? Про деньги он вообще ничего не сказал. Он один раз позвонил, сказал, я живой, все нормально, и все. А у меня подходят сроки, мне нужно заплатить за сессию. И я не знаю, что делать. Вы к нам позвоните 22 34 40. Скажите, что вот задавали вопрос, и мы с вами договоримся о встрече, и попробуем решить вопрос. Ага, спасибо огромное, спасибо большое. Обязательно позвоню. 22 34 40, это вот телефон для той женщины, которая сейчас нам позвонила в эфир. Видите, это не говорит о том, что выплат не было. Возможно, просто вот не договорились, куда будут приходить деньги. Ситуация, да, всякие, всякие. Да, да, да. А как вы в этом случае поможете? Ну, будем связываться, значит, с воинской частью. С воинской частью, да. Выяснять, где он, как бы. Такие вопросы тоже есть, вот, в работе будем. Ну, это потому что... Это серьезная, конечно. Да, ситуация, потому что она неоднозначная, в том плане, что мы раньше такое не переживали, и сейчас на ошибках учимся. Ну, да, так-то точно. Все это в первый раз, конечно, там. Наш телефон 22 41 18. У нас осталось примерно 11 минут эфира, и мы продолжаем разговаривать в прямом эфире. Ну, пока про мобилизацию. Правда, с некоторыми отклонениями. С ограничениями. А? С ограничениями. Татьяна Москалькова, это наш уполномоченный при президенте, да, по правам человека, ничего не перепутал. Она совместно с Минобороны проводит постоянную работу по возврату военнопленных на территорию России. В Хакасии также ваш аппарат ведет активно эту работу по ребятам из республики. Есть ли у нас военнопленные? Да, у нас, к сожалению, военнопленные имеются. Но часть из них, вы правильно сказали, при содействии аппаратов полномоченного федерального амбудсмена, других структур, Министерства обороны, ФСБ России, значит, волонтерских организаций в том числе. Ну, содействие оказывается вот и, значит, в обмене и возврате наших граждан. Ну, двоих точно, да, мы вернули. Сколько? Двоих, как бы. Двоих. Да. Они сейчас реабилитацию где-то проходят? Ну, нельзя говорить. Нельзя? Да. Ну, нельзя так нельзя. Ну, то есть они как бы на территории России, все с ними нормально. Ну, по некоторым гражданам, к сожалению, тоже вопросы остаются открытыми. Ну, вопрос непростой. То есть их не бросили, за их судьбой следят? Они, значит, где-то в списках. Ну, есть прям, ну, разные моменты есть. Есть разные моменты. Я к нашим телезрителям обращаюсь. Нам очень сложно говорить на эту тему, потому что, ну, потому что тема специфическая, и существуют ограничения, которые мы не вправе здесь переходить. Так, вернемся вот к мобилизованным, которых вам приходится возвращать. Много ли еще осталось тех, кто сотрудники оборонных предприятий? Без названия этих оборонных предприятий, понятно все. Возвраты отцов, у которых трое детей, четверо, все понятно. Возвращение людей, которые, ну, вроде были как здоровы. Ну, все мы, господи, хроники, тем более, если уже возраст 30 плюс, да, после 40, по-моему, вообще здоровых единицы остались. И вдруг эта болезнь всплыла там, не знаю, как с ними дела обстоят. А военные, вы же сами знаете, люди суровые, все, взял, беги. Ну, там, видите, ситуация каким образом складывается. То есть, первое должно, если все-таки законно-незаконно, да, был привлечен, значит, к мобилизации, вот, то встает решение об отмене этого самого решения. Это первое. Где-то там, в общем, вопрос был решен положительно, но встал вопрос о фактическом возвращении. Вот, поэтому я вот и вначале говорил о том, что некоторые еще, то есть решение было принято там, условно, в октябре, да, а некоторые только возвращаются еще вот в ноябре, в декабре. Вот, поэтому часть мы, ну, не мы там уже сейчас, наверное, четко-то не определишь, значит, потому что родственники обычно обращаются сразу в несколько инстанций. Нам пишут, и в правительство пишут, и в военный комиссариат, и в Министерство обороны. Вот, но что есть, ну, по части людей, конечно, вопросы тоже, они подвисли, то есть вопрос стал фактическим их возвращением, фактическое предоставление о срочке. Вот, ну, как там вопрос решается, вот, вы правильно сказали, с военными суровые люди. Да, 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 ну, они руководствуются уставом и пунктом, все, закон, там все наши эти отношения для них не существуют. Ну, комиссариат, значит, решение принял, отправил, да, там уже, как бы, дорожки тоже теряются. А после Омска уже тоже там часть была отправлена дальше, поэтому там сейчас до концов тяжело, непросто найти. Но шансы есть, да? Шансы есть, работаем, работаем, да, так точно. Так, и вот, да, 55, у меня справочка же есть, 55 обращений мобилизованных. Это было, это было на ноябрь, сейчас уже. Да, на ноябрь, на ноябрь. Шесть семь. Ну, хорошо, Наташа, сколько у нас осталось времени? Наталья Оралова, режиссер нашей трансляции, шесть минут у нас осталось. Давайте все-таки, как я люблю, ну, расширим нашу тему и уже от мобилизации перейдем вообще к правам человека. Насколько, как вы считаете, эта тема сейчас актуальна, когда люди у нас, ну, как обычно, они больше обеспокоены текущим днем, там, не знаю, выживанием. Сейчас подготовка к Новому году, уйдет Новый год, там еще что-то, ну, в общем, бытовуха, бытовуха, бытовуха. Народ вообще о своих правах-то задумывается. И вообще, кто вообще знает или читал ли эту декларацию прав человека международную? И вообще, значит ли что-то права человека для наших людей? Я имею в виду, вот, простые жители нашей республики. Ну, я думаю, значит, почему? Потому что мы... Я понимаю, что это больше такой общий вопрос, на который можно рассуждать бесконечно. Ну, и тем не менее. Ну, смотрите, вы, вот, не зря, наверное, начали сегодня разговор со всеобщей декларацией, да, прав человека. Дальше мы ведем речь о Конституции России, да, которая, в общем-то, если их вот так вот положить, где-то сравнивать, вот, именно по правам, да, то там очень многие положения, ну, если не все перетекли в нашу Конституцию. И потом, когда заявители к нам приходят, они прежде всего-то и говорят, мои права нарушены, мои права нарушены. Мы начинаем выяснять, какие права конкретно, да, то есть нужно ввести конкретно, о каких правах идет нарушение. Вот, и где-то вот и сами заявители неправы, где-то не все однозначно. Ну, то, что прям вот со все вот такие прям нарушения, прям, ну, их не так много. Чтобы идеально было нарушение, мы вот обратились, либо сами там как-то эти права восстановили. На случаи такие идти, да? В основном это вот всегда такая балансировка средняя, что-то между законностью, справедливостью, вот такое вот. То есть где-то и заявители сами изначально повели себя неправильно. Давайте в завершение послушаем еще один звонок, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, по поводу прав человека я бы хотел сказать. Есть такая, есть такая пословица. Покупатель прав до тех пор, пока продавцу выгодно. Вот. А эту перефразирую так. Прав, права у человека до тех пор есть, пока государству выгодно. Если государству не выгодно, можешь на свои права забыть. Так, ушел, товарищ. Ну, вы имеете право и на такое мнение. Ну, да, это вот суждение. А вы с ним согласны? Ну, я бы по-другому построил отношение к правам, да. То есть надо начинать все равно, наверное, с себя. Как мы думаем, что мы делаем, что мы читаем, что не читаем, что знаем, что не знаем. Наверное, исходя из этого, уже из этого складывается общество и наше государство. Я бы оттуда пошел. Ну, да, это бесконечная тема, на которую бесконечно долго можно говорить. Потому что, ну, вот день Конституции у нас будет. Вы сейчас помнили Конституцию 12 декабря, когда-то это был праздник. Едва ли не самый главный в России, выходной день. Но мы помним и Сталинскую Конституцию, которая была принята 5 декабря 30-го какого-то года. И это была самая демократичная Конституция на планете вообще среди всех стран передовых, технологических. У нас в СССР была самая демократичная Конституция, которую сменила Конституция 77-го года. Брежневская, так называемая. Ну, и мы знаем, что было с правами человека в сталинские времена, несмотря на то, что они были прописаны в Конституции. Не знаю, какой из этого можно сделать вывод. Ну, как говорится, ну, есть права, есть обязанности. Мне кажется, надо не только вот человеку, чтобы с человеком разговаривать, а на его обязанности постоянно указывать. Но все-таки иногда и вспоминать о его правах. Ну, я с вами согласен. Я бы вот еще раз акцентировал на том, что мы еще, наверное, это больше такое философское, наверное, отношение. Да, я и хочу две минуты осталось по философу, чтобы тему не начинали. Да, что человек должен к себе прислушиваться, прежде всего. И не смотреть, ну, извините, что вот про телевидение, да, не смотреть интернет излишне. То есть только по мере и надобности. Мы же много получаем, очень много информации ненужной. Сорной, так называемой. Сорной, да, и она нас очень сильно влияет. Потому что нас никто не учил пользоваться информацией. Больше общаться с первоисточником, чем вот доверять... Искать за первоисточник. Да, вот. Отделять зерна от плевел. Так точно. Поэтому вот надо тут туда идти, сторонник вот этой идеи. Да, и как говорил, по-моему, незабвенный Уинстон Черчилль, моя свобода и мои права заканчиваются ровно там, где начинается свобода и права другого человека. Да. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо. Антон Олегович. Я напомню, дорогие друзья, если кто до сих пор не знал, то... Ой, Андрей, я как вас назвал? Антоном. Нормально. Ну, со мной бывает это старческое уже. Те, кто не знают, в субботу ближайшего мы будем отмечать Международный день прав человека. Ну, следите за своими правами. Ну, следите за своими правами.